77 лет назад Кубань освободили от немецко-фашистских захватчиков и завершилась битва за Кавказ. В честь годовщины по поручению главы Северского района Адама Джерима, работники администрации и главы поселений поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Поселки Афибский поблагодарили за подвиг трех фронтовиков. Первым поздравление принял Александр Алексеевич Селиванов. Он награжден большим количеством медалей и орденов. Кравченко Таисия Ивановна в годы Великой Отечественной войны служила оружейницей. Мы свою родину всегда будем любить, потому что я еще девчонкой была. Адам Шахметович статью только написал. Оружейница Тая. Вот эта оружейница Тая отдавала много сил и молодости. Веробян Владимир Айказович воевал рядовым на Первом Белорусском фронте. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией и другими. В этот день ветераны получили цветы и памятные подарки, а в их честь музыканты исполнили фронтовые песни под сопровождение гитары и баяна. Эстафету поздравлений приняли герои войны поселка Черноморского. Мишарин Николай Петрович на протяжении пяти месяцев выполнял функции разведчика. Обнаружил, обезоружил немца и привел на допрос. В честь праздника Желенков Николай Васильевич надел все свои медали и ордена. По ним можно прочитать его боевой путь. Свою благодарность ветеранам выразила глава поселка Наталья Мовчан. Со всей души поздравляю с этим замечательным праздником. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы еще долго жили, нас радовали. Мы вас, конечно, забывать не будем. Всегда наше внимание будет у вас. Спасибо вам большое за ваш вот этот подвиг, за мужество, которое вы подарили нам. Благодаря вам мы живем. Спасибо вам огромное. Живите долго и улыбайтесь. В поселке Ильский за подвиги поблагодарили Чаленко Григория Георгиевича. День Победы 1945 года он встретил в Болгарии. Ветеран с радостью принял поздравления и подарки. Праздничное настроение создали артисты Ильского Дома культуры. Вместе с супругой Валентиной под веселые мотивы Григорий Георгиевич пустился в пляс. В годы войны Чернуха Петр Иванович служил зенитчиком и охранял небо Азербайджана. С освобождением Краснодарского края от фашистов его поздравил глава Ильского городского поселения Николай Головко. С каждым годом уходят ветераны и труженики тыла. Тем важнее сохранить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу и мирное небо над головой.